Сегодня у меня в руках очень горячий релиз этого года, а именно палетка KKW и Марио. Интернет просто заполонили обзоры на эту коллаборацию, Ким и Марио, и я, естественно, тоже заинтересовалась этой палеткой, потому что я уже долгие годы являюсь огромным фанатом Марио, я обожаю его макияж, я обожаю его технику, в которой он работает. Но сегодня я подумала, как я могу сделать этот обзор, чтобы он отличался от тысяч обзоров, которые уже есть на YouTube. Я пришла к одной идее, которая действительно уникальная, я еще не видела таких видов обзора, а именно я буду сегодня повторять макияж за самим Марио, который он делал на Ким, используя эту палетку. И я думаю, что таким образом мы действительно сможем понять ее, прочувствовать. И перед тем, как мы с вами начнем, я хочу несколько слов добавить. Как я уже и сказала, на эту палетку миллион обзоров, но так как этот бренд очень такой вот громкий и противоречивый, я заметила, что на YouTube очень много кто любит подхватывать эту волну, и обзоры получаются очень двуполярными. То есть, либо это такие задница целовательные обзоры, либо это охи-вздохи и цирковое шоу с вилами и факелами, для того, чтобы просто поддержать этот хайп. Вы знаете, если вы не впервые на моем канале, я это ненавижу. Я стараюсь делать обзоры максимально объективно и максимально показывать и в действии, и свочи, и нанесения, и какие-то впечатления, и объективные факты, и реальность. Это то, что вы получите в этом видео. Если вам тоже интересен именно такой обзор, то я предлагаю сейчас перейти к нанесению этих теней. И потом в конце мы с вами, естественно, посмотрим и на свочи. Я тоже подобрала аналоги максимально близкие, насколько я смогла. И, конечно же, мы в целом обсудим эту палетку, но давайте изначально приступим к макияжу. Я сейчас включу на телефоне это видео, чтобы вот четко, шаг за шагом все повторять. Так, у меня такое впечатление, что он этого не сказал, но у него кисть влажная, потому что когда он не делает второй глаз, кисть прям вот такая вот как мокрая выглядит. И я, кстати, никогда не пробовала использовать влажную кисть с матовыми оттенками теней. Я сейчас специально попробую просто сухой кистью наносить. Кстати, Марио, насколько я знаю, насколько я вижу в этом видео, Марио любит кисти Surratt Beauty. Это ужасно дорогущие кисти. То есть вот эта даже кисть Hakuhoda выглядит совершенно недорогой по сравнению с Surratt, потому что у Surratt, ну, чтобы вы понимали, вот такая вот кисточка вот такого вот размера стоит 50 баксов. А те, которые там для румян, для бронзера, так те вообще за 100 долларов стоят. Кстати, его фишка, он любит очень тонкими слоями наносить косметику. Ну вот, в принципе, то, что я и говорила. Видите, нет такого эффекта, как будто вообще вот прям вот совсем белая. Может быть, еще здесь момент такой, что у Ким, естественно, кожа намного более темная, чем у меня, поэтому на мне, может быть, это не выглядит настолько белым. Давайте я все-таки попробую влажным способом этот оттенок нанести, вдруг это что-то изменит. Ну да, вот видите, совсем другое дело. То есть мне кажется, да, он использовал этот оттенок влажным способом, и тогда его внутреннем уголке он совершенно другой эффект делает. То есть его сразу становится сильно видно. Опять-таки, очень интересная техника. Теперь вот на то место, куда мы наносили матовый оттенок, на те же места мы дублируем оттенок, который называется Armenian. И он сказал, что он специально сделает этот оттенок вот таким вот полупрозрачным, и, в принципе, я это заметила, когда я делала свотчи. Я заметила, что он такой вот самый наименее пигментированный, наверное, из всех. И, как он сказал, он это сделал для того, чтобы можно было его наслаивать и поверх других оттенков тоже. Вот сейчас я, например, наслаиваю его на матовый. Я так никогда, кстати, не делала. И я постоянно забываю вот так вот стряхивать кисть, как он это делает. У него это уже такая наработанная привычка. И он, кстати, это делает со всеми тенями, но не только с этими. Постоянно забываю. Если его наносить, например, на все века, то, конечно, не будет такого эффекта металлика, поэтому я вижу, что он здесь имеет в виду, что он сделал этот оттенок полупрозрачным для того, чтобы, возможно, просто добавлять какое-то сияние поверх какого-то другого оттенка, там, из этой палетки или из какой-то другой. Вот что, кстати, тоже важно понимать, когда вы думаете о том, покупать эту палетку или нет, он только что объяснил, что когда он создавал эту палетку, он разрабатывал формулу так, чтобы тени были более сухими, потому что когда тени более кремовые, то они очень красиво на свотче выглядят, но, тем не менее, непрофессионалу с такой текстурой работать сложнее, потому что она больше прилипает к веку и получается грязная такая тушевка, тогда, когда вот эти тени более сухие, и он их разработал таким способом, чтобы постепенно-постепенно наслаивать их. Я возьму свою кисточку Sigma E25, я обожаю эту кисточку, и начну ей выделять складку, он сказал, что он это делает абсолютно неряшливо. Так, теперь он взял оттенок вот этот вот, который он назвал самым классным, Albanian, ну, здесь он пошутил, потому что это как бы в честь него был назван оттенок, потому что он албанские корни имеет, и он сказал, что его техника заключается в том, что он сначала просто наносит на кисть и сначала похлопывающими движениями наносит, а потом он возьмет растушевочную кисть и начнет это как бы растушевывать. Теперь мы с вами возьмем оттенок бронзи, и вот это самый, наверное, насыщенный оттенок из всех, он действительно очень масляный, и он сказал, что этот оттенок отлично выглядит просто в smokey eye, то есть если вы решите просто этот один оттенок нанести на все веко и растушевать, то это будет красиво. У него я часто замечаю вот эту технику, он наносит, потом первый слой втирает в кисть, и на руке остается такая лишняя пыль, но в кисти остается как втертый пигмент, и потом он еще раз втирает и встряхивает пару раз кисть, и после этого уже наносит. Давайте попробуем, что получается таким образом. Я вот много раз замечала, что он делает такое и на мастер-классах, вот на каких-то небольших клипах, которые выкладывает со своего мастер-класса, он там часто это делает. Кстати, этот оттенок будто очень круто сливается с предыдущим, который мы наносили, он, казалось бы, красноватый, а этот бронзовый, но вот они взяли и вот отлично между собой растушевались, хотя я просто вот так вот пару раз похлопала только. Так, ну теперь он делает, в принципе, то же самое, только он намочил кисть, а потом после этого набирает оттенок, но я буду делать немножко наоборот, я сначала набираю оттенок, а потом смачиваю кисть, потому что таким способом, как он делает, быстрее приходит в негодность тени, и я понимаю, что у него этих палеток, наверное, 10 миллионов, но у меня она одна, поэтому мне хочется продлить ее жизнь. Да, я вижу, что этот оттенок наносится более интенсивно, но он при этом не блестит больше, вот я, кстати, вот это странно, я ожидала, что он будет больше блестеть, а он нанес, как будто более матовым стал, но при этом более интенсивным. Теперь на вот такую вот кисть, это как бы растушевочная, она очень такая детальная, снова мы берем вот этот вот красноватый оттенок Albanian, и как он сказал там в видео, вы знаете, что я люблю наслаивать оттенки, поэтому как бы он взял еще немножко больше этого оттенка и также прошелся в складки. Я чуть-чуть буквально, тем более такая кистина осень нам много не нанесет. Я беру оттенок Glam, это немножко более светлый золотистый оттенок, и опять-таки он не сказал, он наносил влажным способом или нет. Похоже, что влажным, но он нанес, сказал, именно на центр века мы наносим. Но на мне такой эффект этим оттенком не создается, потому что предыдущие оттенки недостаточно контрастные для этого, то есть, ну, я вижу, если присмотреться, вот прям вот так вот в зеркало посмотреть, я вижу, да, чуть-чуть вот так вот разница есть, но прям чтобы глобальная разница, то нет, я не вижу этой разницы. I'm going to use now the shade 2008, which is this lighter highlight shade. I'm going to go now literally just directly in the center. Так, вот здесь он сказал, что оттенок вот этот 2008, он любит наносить влажным способом, и тут я его очень хорошо понимаю, потому что этот оттенок, мне кажется, и нужно наносить только влажным способом, потому что он очень рыхлый, вот прям вот ужасно рыхлый этот оттенок, и если его наносить в сухую, то он может создать просто огромные проблемы, а если его наносить влажным способом, то он может как раз сделать обалденный контраст, и вы это сейчас увидите, вот я наношу влажным способом, вот этот оттенок уже делает контраст, то есть действительно видно разницу, вот видите? Если я правильно понимаю логику этого макияжа, то этот оттенок не должен выглядеть полосой, то есть мы не делаем halo eye, просто из-за того, что все это наслаивается, это все больше и больше и больше создает как бы объем к центру глаза. I'm just going to take a little bit of the shade loyalty, and I'm just putting it a little bit along the lash line. Он взял какую-то кисточку вот по типу вот такой, вот у меня это Зоева 231 кисть, и самый темный матовый оттенок в палетке, который называется Loyalty. Слегка прошелся по ресничному краю, у меня это, наверное, кисточка все-таки слишком большая, у него как-то получалось, что она как раз вписывается вот в это место, хотя у меня тоже, в принципе, она нормально сюда вписалась. Это такой вот как баклажановый оттенок. Давайте пробовать. И как бы этот оттенок именно такой вот смоки он делает на нижнем веке. Кстати, он такой пигментированный, я даже не ожидала, что он так сразу нанесется выразительно. Как видите, на глазу этот оттенок растушевался практически как матовый, и из-за того, что в нем вот это скольжение сатина было, вот мне кажется, из-за этого он растушевался прям вообще легко, то есть буквально чик-чик-чик, и действительно смоки эффект получился под глазами. Слушайте, он только что сказал такую вещь, от которой я прям в шоке, то есть он взял просто кисточку, и, судя по всему, она опять была влажной, потому что она прям была такая вся мокренькая на вид, и вот этот вот оттенок, который называется Glam, он нанес на кисть и нанес это на слизистую, я вообще никогда в жизни не наносила тени на слизистую, и он, кстати, сказал, что это классика макияжа Ким, что он с 2009 года приблизительно это делает, и что это очень отличает макияж ее. Ой, наносится! Он мне прям как Америку сегодня открыл! Ничего себе! Так, по факту с макияжем глаз у него все, дальше он переходит к губам, но мне, естественно, нужно закончить макияж, то есть мне нужно как минимум накрасить ресницы, что я сейчас сделаю и вернусь к вам, и мы уже более в деталях поговорим о палетке. Ну что ж, макияж я закончила, и в целом я могу сказать, что я очень довольна результатом, в принципе, для меня это результат очень предполагаемый, то есть я и была уверена, что получится такого рода макияж. Давайте перед тем, как я перейду к подведению итогов, мы с вами быстренько пройдемся по фактам. Итак, палетка эта стоит 45 долларов, купить ее можно только на официальном сайте KKW Beauty, потому что где бы она не продавалась еще, это либо подделка, либо перекупщики, потому что официально она продается только на сайте KKW. Доставка международная у них стоит порядка 10 долларов, там, с копейками, поэтому палетка сразу вам будет стоить не 45 долларов, а 55 долларов. Что касается внешнего вида этой палетки, то вот что касается вот передней панели, то мне здесь все очень нравится. Мне очень нравится вот эта упаковка Soft Touch, я обожаю вот этот тип упаковки, мне тоже нравится, как лаконично здесь логотип сделан, KKW X Mario. Единственное, что мне не нравится, то, как выглядит палетка сзади, потому что вот этот вот стикер, который наклеен, он сделан как-то криво, я не понимаю, почему нельзя было сделать ту же наклейку, вот такую вот, как у Анастасии Барли Хьюлз, тоже глянцевую, но на весь задник, и это выглядит как-то более профессионально, что ли. И еще одна вещь, которую я случайно заметила, и которая мне лично говорит о том, что бренд KKW, знаете, не то чтобы не заморачивался, но как-то немножко небрежно отнесся к этой коллаборации, так как действительно это Марио, это не просто кто-то проходящий там, мне кажется, можно было бы больше внимания уделить этому, но, в общем-то, о чем я говорю, оттенок называется Albanian, и еще и вдвойне видно, что именно этот оттенок, потому что этот оттенок посвящен Марио самому, а вот этот вот оттенок называется Albanian, и если, то есть албанец, но если посмотреть на картонку, вот эту на внешнюю упаковку, здесь он перечислен как Albania, то есть страна Албания. Может быть, конечно, такие опечатки есть и в других брендах, но я как-то не попадала, и не то чтобы я специально выискивала, к чему бы здесь придраться, нет, это случайно я заметила, и я увидела сначала на коробке, потому что я читала состав, и состав здесь, кстати, уникальный, то есть такого состава, в принципе, я нигде не нашла повторяющегося в других брендах, то есть действительно, именно эта формула была разработана специально для этой палетки. Что касается еще фактов, палетка достаточно тяжелая, вот это то, что первое впечатление у меня было, когда я ее только получила, она очень тяжелая, такое впечатление, что вот здесь вот в эту основу с тенями какой-то железный лист положили, или что, ну действительно достаточно тяжелая она. Зеркало здесь очень качественное, вообще не могу к этому придраться, сама палетка выполнена очень качественно, то есть все красиво, за исключением вот только вот этого задника с этой наклейкой. Тени сделаны в США, срок годности у них 12 месяцев после начала использования, и что касается срока годности, я хочу, чтобы вы понимали, это сухая текстура, и срок годности здесь даже говорит не о том, что после года тени станут опасными для использования, там заведутся бактерии и так далее, нет, это скорее всего относится не к этому, а к тому, что вот этот вот байндер, который делает тени более кремовыми, он со временем выветривается, и через год эта палетка может стать, например, более сухой в использовании, но те же металлические тени могут стать намного менее кремовыми, сухие оттенки могут там еще больше осыпаться. Еще один момент, который меня наоборот очень порадовал, это объем этих теней, здесь 10 оттенков, и каждый рефил здесь по 1,7 грамма, это очень большой объем, это прям вот действительно очень большой объем, потому что стандартные рефилы, например, те же Colourpop, MAC, Makeup Geek, они все варьируются где-то от 1 грамма до 1,8, Makeup Geek самые большие, у них там 1,8 объем, Colourpop от 1,2 до 1,5, и если я не ошибаюсь, MAC, по-моему, в районе 1,5, здесь 1,7, и если рассматривать предыдущую коллаборацию Mario, и посмотреть на палетку Анастасии Ваверли Хиллз, то здесь рефилы гораздо меньше, и здесь в каждом рефиле 0,7 грамма, то есть здесь вы получаете на целый грамм каждого оттенка теней больше, если сравнивать просто стоимость, то и эта палетка, и эта стоила 45 долларов, но при этом объем здесь гораздо меньше, и если вот судить по ценности за объем, то получается Анастасия Ваверли Хиллз за грамм тени стоит в 2 раза дороже, чем KKW, у Анастасии цена за грамм получается 5,36, а KKW получается 2,65. О чем это говорит? Это о том, что по факту здесь в этой палетке они могли сделать такие же маленькие эрофилы, как Анастасия Ваверли Хиллз, и предложить вам не 10 оттенков, а 20 оттенков сделать, и по объему получили бы вы то же самое, что и в Анастасии Ваверли Хиллз. Теперь давайте немножко больше поговорим о оттенках, и о формуле этих теней. Мне эта формула напоминает что-то среднее между Color Pop и Morphe. У Morphe вот эти, например, металлики, они намного более кремовые, прям они такие масляные, и когда наносишь, они прям, я не знаю, такое впечатление, что их с оливковым маслом перемешали, и они вот прям конкретно такие вот влажные. Здесь только два вот таких вот оттенка, вот эти вот два бронзовых, остальные намного более сухие, особенно это касается матовых оттенков. Они очень сухие и предназначены для того, чтобы наносить их именно очень тонкими слоями. Если вы вот так вот сразу начнете набирать оттенок на кисть, то, скорее всего, он у вас просто осыпется под глаза. Вот в этом плане формула Анастасия Ваверли Хиллз более именно профессиональная. Эти тени намного более пигментированные, и здесь, когда мы набираем оттенок, например, вот тот же Виолетта, темный, он может реально поставить пятно. То есть мы его набрали, поставили пятно, и это прям конкретно пятно. То есть мы видим конкретную пигментацию, которая сразу же липнет к коже, и потом нужно знать, как с ней работать. Кому-то такая формула нравится больше, и я вообще обожаю формулу тоже Анастасии Ваверли Хиллз. Вот эта вот палетка тоже одна из моих самых любимых, я ее тоже берегу, дорожу ей, и делаю макияжи только по праздникам, потому что потрясающая просто формула. Тем не менее, здесь тоже есть оттенки, которые я не очень часто использую. Опять-таки вот этот оттенок Голливуд, мне он похож на оттенок Арминьен, потому что он тоже вот такой вот более слабо пигментированный, и как вы видели, опять-таки, Марио любит просто их наслаивать поверх каких-то других теней. И, естественно, эта палетка не будет лежать просто на полке в магазине, поэтому, если вы ее покупаете, вы знаете, кто Марио, вы следите за его макияжами, возможно, вам нравится, что он делает, и если вы хотите перенимать его техники, то мне кажется, это отличная палетка для того, чтобы именно тренироваться и пробовать работать так, как он. Если же вам абсолютно по барабану, кто такой Марио, и вам просто нужна какая-то нейтральная палетка, я не думаю, что вы в этой палетке разочаруетесь, то есть с ней можно сделать очень красивый действительно макияж, но, как я и сказала, это палетка одного образа, то есть если вас этот образ полностью устраивает, и вам нужно что-то вот такое вот компактное для того, чтобы где-то лежало в вашей косметичке или на туалетном столике, вам не нужно миллион палеток с радугой оттенков, то вот эту палетку я бы вполне могла вам рекомендовать, вы бы, скорее всего, не разочаровались в ней, и вы бы с легкостью могли бы делать вот такого рода макияж, как сейчас на мне, и я сейчас хочу все закончить еще аналогами на эту палетку, в первую очередь мне ее, конечно же, хотелось сравнить с рафилами Color Pop, которые у меня есть, но, к моему удивлению, я здесь не нашла очень много аналогов, хотя я была уверена, что у меня такая богатая, казалось бы, палитра там каких-то золотых и бронзовых оттенков Color Pop, но я здесь практически не нашла каких-то соответствий, особенно трудно, мне было вот как раз-таки с этим оттенком Armenian, мне казалось, что у меня миллион таких оттенков, но этот оттенок настолько светло-золотой, что, в принципе, вот в рафилах я его и не нашла, у меня все намного более глубокие, я нашла практически полные аналоги по матовым оттенкам, и я, естественно, вам их покажу, и что хочу сказать, если вы будете брать вот рафилы Color Pop, даже если вы найдете полные аналоги оттенков, то все равно, покупая 10 рафилов Color Pop, вы потратите 40 долларов, а палетка, вот полноценная палетка, стоит уже 45, поэтому, как бы, стоит она того или нет, это вам решать, но лично мне кажется, что не стоит, но главное, с чем мне хотелось сравнить эту палетку, это с палеткой Jaclyn Hill, потому что я знаю, очень многие уже купили эту палетку, очень многие ею пользуются, я здесь, опять-таки, не нашла, знаете, вот один в один прям оттенки, они все чуть-чуть отличаются, но я считаю, что, в принципе, если вы имеете вот эту вот палетку, то, возможно, KKW для вас не имеет огромного какого-то смысла покупать, потому что, ну, можно, в принципе, добиться того же образа от этой палетки, как и от KKW, я вам, опять-таки, все свочи покажу, некоторых оттенков, к сожалению, в палетке Jaclyn Hill вообще нет, как, например, вот такого матового телесного оттенка там нет, также в этой палетке нет настолько светлого золотого оттенка, что тоже меня повергло в шок, потому что я думала, что он там есть, но по факту, после того, как я посвочила, оказалось, что нет, и та же вот этого синего оттенка тоже нет, потому что в палетке Jaclyn Hill, даже вот если вот так вот посмотришь, кажется, вот это синий оттенок, но на самом деле он намного более фиолетовый по сравнению с тем, который в палетке KKW. Многие, я слышала, говорят, что эта палетка скучная, мы уже миллион раз видели эти оттенки, но давайте будем справедливыми. Вы видели эти оттенки только благодаря тому, что такие визажисты, как Марио, сделали этот макияж, и сделали, я имею в виду, они его создали, и сделали его популярным, потому что Марио действительно очень сильно приложил руку к бьюти-индустрии, и это объективный факт. Нравится вам или не нравится Ким Кардашин, как она выглядит, какой у нее макияж, но тем не менее, они вдвоем, они перевернули индустрию красоты, и благодаря им мы сейчас на полках в магазинах видим и скульптурирующие продукты, и хайлайтеры, и миллион нюдовых помад, и вот такие вот нейтральные палетки, потому что это именно то, что сделал Марио, и сделал это популярным, и сделал так, что люди хотели это, и хотели это видеть, хотели это повторять на себе. И я считаю, что чисто с человеческой точки зрения, возможно, это немножко несправедливо, потому что, когда дело дошло до того, чтобы именно он создал те оттенки, которые он и ввел в эту индустрию, и сделал их популярными, то все сказали, нет, мы это уже миллион раз видели. Ну вот, собственно, и все. Я очень надеюсь, что этим обзором у меня получилось ответить сразу на максимальное количество вопросов. Если же нет, оставляйте их в комментариях. Расскажите мне, заинтересовала ли вас эта палетка, или наоборот, она для вас такая проходящая и совершенно неинтересная. Если вы еще не подписаны на мой канал, конечно же, подписывайтесь, это можно сделать вот здесь вот. Также я вам оставлю два видео, которые вы также можете посмотреть. И в этом видео я немножко рассказываю больше о самом Марио, кто это, его немножко биографию затрагиваю, поэтому обязательно посмотрите. А мы с вами уже увидимся в новом моем видео очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok